Вышла утром, в окно посмотрела, я говорю, ой, боже мой, я посмотрела, снег чистить или нет, а посмотрела, там кругом дома у меня вода, все затопило, все вот это вообще. Для Зинаиды Ивановны Бородкиной это солнечное утро обернулось настоящим кошмаром. Такого, говорит она, за все свои 74 года не видела. Ее небольшой деревянный дом со всех сторон окружила вода. Правда, в своей беде пенсионерка оказалась не одинока. Буквально за ночь половину всей шестой пролетарской улицы затопила. Сегодня в 6 утра гуляю, уже целые канавы воды. Ночью пробила в пятиэтажном доме, вот в желтом, холодную воду, говорят. Там устраняют, ну там-то устранят, а у нас-то кто устранит? Приехали рабочие, мы стали разговаривать с рабочими. Вода, твер, тепло. Они сказали, это не наше дело. Это не наше, это холодная вода идет. Холодной, эту заполнившую собой все канавы жидкость, даже любой школьник, изучавший физику, не назовет. Пара от нее идет, как от горячего чая. Впрочем, с приятным напитком вода у местных жителей точно не ассоциируется. На ее поверхности уже отчетливо видны серо-коричневые пузыри, по всей видимости, эффект брожения. Такие гейзеры, как выяснилось, за последнее время стали частыми соседями местных жителей. В расположенных неподалеку многоэтажках все четыре сезона в году прорывают трубы. Каждый год делают, каждый год роют у нас здесь, вот то здесь, то там, на этой. Асфальт новый положили, тут я не знаю, и сразу стали рыть. Опять копают и копают. Это деньги зарывают просто и все. Вода заполняет собой придорожные канавы частного сектора. И там же и остается, протекая в погребы и подвалы местных жителей. Люди не перестают подсчитывать ущерб. Третий год. Одиннадцатый год, двенадцатый, и вот пошел тринадцатый. Я только посадила чеснок, все затопило, весь огород, даже капельки не было земли, чтобы вот эта земля. И дом весь прямо плавал. И потом тут вот это, к сараю, вообще все кругом. И сейчас вот кругом дома у меня вода. Были рабочие, я говорю, что ж вы меня сюда воду спускаете? Меня и так все время затопляют. Они говорят, а вы вот нас накормить, эту бригаду накормить, а тогда мы, мол, вам все сделаем. Причиной частых потопов на улице 6-й Пролетарской называют и вот этот новый дом. Еще до начала его стройки вода текла в своем русле, то есть из одной канавы в другую. Теперь же путь ручью преграждает выстроенный забор и строительный мусор. Там положили трубы, бросили, чтобы машины подъезжали, им возили этот, как его, ну, бетон, песок, кирпич. И трубы, видно, плохо положили, там все забилось. И вода не уходит. Ну, разве можно так вот стоить? А сейчас таяние начнется снега, это все огороды тут все зальют. Нам прокуратура ответила, что этот дом построен незаконно. Ни на каких там основаниях, ничего. Но, однако же, все равно там продолжается стройка, все равно там живут эти вот, кто строит и делают там все. И никаких мер. Цепь Пролетарских островов. Еще немного и такой географический объект впору наносить на карту Твери. Тем более, что местные жители уже давно всерьез подумывают о том, как приспособиться к новым условиям проживания. И все время у меня там кругом дома лужи такие, хоть беру лодку, доплавай. Ирина Ковин, Илья Чечин, РЕН-ТВ Пилот.